Добрый день, уважаемые коллеги. Рад нашей встрече. Очередной снова мы с вами вместе. Ну вот, слушал Павла, меня так всегда постоянно подмывает, где-то немножко поюморить, да, или как-то иронично высказаться. Вот был вопрос, как выглядит проект. Могу сказать, вот приблизительно так. Несколько таких папок. Если взять, полистать, вот объем, да, развернуть, чтобы видно было, да, что здесь вот не пустое. Причем вот большая часть, половина этой папки, следующая, это экономика. Это вот так выглядит проект. В частности, это раздел проекта «Бизнес-план». Я так понимаю, что вы спрашивали совершенно о другом, о здании. По зданию еще решение окончательно. По архитектурной части, по конструкции фасада, вернее, об оформлении фасада еще вопрос не решен окончательно. Тем более, там возникли у нас некоторые дополнительные нюансы в связи с геометрией участка. Или там не только отдельно чертежи. Здесь не чертежи, это экономика, описание проекта. Это вот папка из заявки, которую подавали в Алабушу. Здесь, если посмотреть, разделы, если их представить, надеюсь, видно, да, вот там вот таблицы, да, этот по годам. Идут по месяцам, все расходы, затраты там и все остальные, калькуляции. Тут очень большая, серьезная работа, если кому-то кажется, что это вот так, что-то как-то. Простая вещь, что я взял на листочке, нарисовал, презентацию написал и получил. Все, нет, это не так. А то, что касается чертежей, для того, что вы сказали. Значит, есть отдельно так называемое предпроектно-техническое задание, в которое включены вопросы, отражены вопросы, и на чертежах показано, как должно выглядеть здание, внутреннее пространство, где, какое оборудование размещено, конструкция и так далее, и так далее. Поэтажные планы с расстановкой оборудования, где, в какой комнате, что будет находиться, сколько столов, стульев, да, вплоть до того, где унитаз, писсуар, вешалка и так далее. Все это сделано, проработано, а это еще вот таких по объему три папки и так далее. Поэтому весь проект – это достаточно большая типа папок, которые надо было породить, создать, продумать, и не просто там с потолка взять, а реально с проекта. Плюс ко всему там же указано, где какое оборудование будет стоять, что нужно для подключения этого оборудования, сколько электроэнергии, сколько воздуха, сколько газа, сколько там вентиляции надо подать, сколько воздуха, категорийность помещения по вредным выбросам, по пыли, по газам удаляемые, какие составы газа будут удаляться, потому что даже из помещений, где люди работают, какие газы удаляются, да, там, окись азота, углерода, там, и пошло-поехало. Это гигантский объем работы. И только, ну, не с ведущим, людям, кто не сталкивался, чем это кажется, что достаточно, ну, так абстрактно, да, начать строительство. Буквально недавно мы сидели, принимали решение, что же делать, потому что возникла очень такая интересная ситуация. Ситуация какая? Либо принимаете все, как оно есть, либо можете отказаться от участия в особой экономической зоне. Чем это было связано? С тем, что сосед справа, там, дата-центр построен, вылез за границы участка и вроде бы как проходнула, там будочка небольшая на самом деле, вместо небольшой будочки, которую они поставили на границе участка, они поставили монолитно трехэтажное здание. Соответственно, отмостка, ливневая канализация и коммуникация, они залезли на наш участок. Ну, и поставили нас перед фактом. И, в принципе, получается так, не хотите, не берите. Соответственно, у нас возникает ситуация, когда мы вынуждены вписывать здание в эту территорию, потому что то ли одноэтажная часть стоит, то ли треэтажа, которые не вымахали, потому что там нормы по размещению, есть строительные нормы, по которым ведется привязка, и нам надо дорабатывать. И вот хочешь ешь, хочешь жуй, да, и говорится. Поэтому возникают определенные сложности, которые приходится преодолевать, и тут, как говорится, планируешь одно, было гладко на бумаге, а тогда забыли проворать, далее в этом внесли какие-то доработки. Ну, и это приходится принимать как данность и принимать меры. И вот, что можно сказать, что это уникальный случай, Сейчас вот получилась ситуация с Зеленопарком. Зеленопарк начал строиться, все нормально построили, а газовщики намного позже проложили трубу, и сейчас суды им говорят, что это, ну, Газпром, то право, у того, у кого больше права. Ну, а теперь вопрос о том, что надо сносить часть Зеленопарка. А это очень большое количество арендаторов, не только затраты и так далее, и понеслось. Суды, разбирательство, ну, сейчас они там, может, как-то порешают, но, тем не менее, проблема. И это постоянно. Это не уникальный случай, который у нас возник, и поэтому, ну, многие может показаться, что медленно мы движемся, медленно мы работаем, медленно решаем вопросы, а на самом деле нет. Вот из моей практики, когда пришлось строить дорогу, и мы, там, карьер был отведен, копали, брали грунт, строили, вдруг прилетают вертолельщики, и говорят, что вот вы куда-то залезли на нашу трубу. Я говорю, откуда труба? У нас тут карьер согласованная. Начали смотреть планы. Оказывается, что они имеют проект на выполнение газопровода, и при этом газопровод проходит под дорогой, там, где мы строим дорогу. Мы начали с ней разбираться, говорим, ребята, как же так? Смотрим, у нас дата-приоритет, мы раньше, наш проект был сделан раньше, чем ваш. А делал один и тот же институт. Ну и что вы думаете? Они вертолётами натянули технику, и за выходные дни прошли два километра под дорогой. И дальше идей, что хочешь, то и делай. Это в советское время было. Ну и пришлось нам ехать, согласовывать и так далее. Поэтому вот такие вопросы возникают. И вот из личного опыта могу сказать, он хотя не богатый, но тем не менее я ни разу не встречал ни одной стройки, которая не начиналась без проблем. И ждал эти проблемы, ну вот, как говорится, дождались. Дождались, да? Но что? Что тайна стала явным, теперь эти проблемы надо решать. Решать. Будем решать, естественно. Да, это отодвигает по срокам. У меня сотрудники, которые этим занимались на совещании, начали нервничать. Я говорю, так, ребят, давайте так, выскажите, всё, да? Всё, что думаете по ситуации, только просьба, не испортите сейчас. Каждый выскажет. Высказались, выплеснули, а теперь давайте так. Есть два варианта. Да? Или нет? Да? Ну, значит, продолжаем, тогда без всяких эмоций. Потому что эмоции делали не советчики. Ну, назначили новые сроки и поехали. Поэтому обидно, досадно, но сроки сдвигаются. Опять мы только догнали, ну, немножко пододвигаются. Ну, что делать? Жизнь. Будем выравнивать, будем догонять. Потом. Одна неожиданность, которая возникла. Не ожидал, но, как сказать, приятная неожиданность. Мелкая, но приятная. Так же, сейчас заканчивается подготовка отчёта. 1 апреля срок сдачи годового учёта за 2018 год. Ну, там, когда строили, когда я строил дорогу, да, отодвинулись от трубы, в институте перепроектировали, всё сделали, ну, дополнительные работы были. Ну, и простои были, а людям платить надо было. А раньше, когда наряды закроешь, а закрывали были такие СНИПы, строительные нормы и правила, да, там надо было набрать каждому зарплату. Не наберёшь, рабочих отделишь. Больше насчитаешь, значит, превысишь смеху, уголовная ответственность. Не до выплата рабочих, тоже уголовная ответственность. И вот всё время ходишь под прокуратурой. И каждый месяц, когда сдал наряд, наряды все подздавал, аттест, ну, праздник. Да. Сейчас несколько другое, но свои проблемы. Да, но вернусь всё-таки к отчёту, к годовому отчёту. Как это, не парадоксально может показаться, но за 2018 год мы получили хоть небольшую, но прибыль. Поэтому мы не только создаём, строим проект, но ещё ведём деятельность в рамках всего в рамках, которая приносит определённый доход. Небольшой, маленький, но работаем не в убутых. Даже в этих условиях. Честно говоря, неожиданно, но приятно. Какую прибыль? Ну, Владимир, я точно не скажу, но это не сотни тысяч, если честно. До ста тысяч. Потому что будет уточняться всё это также. Дальше я буду, ну, проверю всё. Поэтому. Ну, а коллектив-то маленький, если посчитать на тех людей, сколько есть, это неплохо. Значит, Владимир Владимирович, там зелёная часть предусмотрена, там всё это есть. Зелёная часть есть. Это как, Миха спрашивает, вы имеете в виду насчёт прибыли, как? Так, ну, помимо строительства, создания, разработки, мы ведём ещё, выполняем заказы и работы делаем. Нет, лицензионное отчисление это прерогатива СПП, лицензионные договоры заключают СПП. Мы ведём по разработкам, по двигателям и так далее. Но, в всяком случае, безубыточность уже хорошая. Хотя надо зарплату платить, аренду, электроэнергию, там очень много чего. Нет, озеленение, это не десятое дело, озеленение должно быть, потому что кислород нужен и людям нужно нормально работать. Поэтому зелень должна быть. Вот то, что касается сегодняшних дел, да, наших по проекту, не считая мелочей, предков. Значит, что хотелось бы ещё отметить. Недавно совсем появилась ссылка. Давали там Нижний Новгород, Комсомольская правда радио, Олег Анисинов рассказывал про совмещенные обмотки, про нашу технологию и там высказывал экспертное заключение. Я не поражаюсь удивляться людям такого плана, которые судят, сами не видели, не смотрели, не знают, начинают рассуждать. Но первое рассуждение, что двигатели асинхронные, совмещенными обмотками, сложнее в изготовлении, чем стандартный двигатель. На прошлой встрече в Москве мы представляли два двигателя, которые выполнены по нашей технологии, по стандартной технологии. Я думаю, что мало кто заметил, в них разница внешняя. Единственное, что там в клейне деревянные намочки поставили на нашем. А так они внешне одинаковы. То, что намотано двумя проводами, так какая разница, с какими проводами мотать. Пакет железа тот же, стали столько же, масса так же, материалы тоже, два только разных проводов. В чем сложность, уважаемые? Но если учесть, что, и, дорогие, если мы возьмем по трудоемкости изготовления, дорожения практически нет. С учетом механизации процесса. Но если мы берем, учитываем повышение класса энергоэффективности, то берем двигатель такой же импортный, более энергоэффективный, мы видим, что цена его намного дороже. И габариты намного больше, масса больше и так далее. А он может в тех же габаритах остались, но энергоэффективность повысилась. Поэтому возникает вопрос, ты о чем, уважаемый? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Ты понимаешь, насколько глупо ты выглядишь? Если мы берем, что без увеличения энергоэффективности, то себестоимость там практически не повышается. Но если мы берем учет и учитываем то, что он становится более энергоэффективным и окупается за там 3-6 месяцев и модернизация начинает приносить прибыль. А обычный двигатель не окупается в этом случае. Ремонт. Я говорю, в части ремонта. Ну и в части приобретения тоже. То, о чем речь? Если ты будешь покупать импортный двигатель энергоэффективный, он у тебя дороже, намного дороже, чем этот. Поэтому получается, что по нашей технологии энергоэффективный двигатель за 1 кВт установленной мощности энергоэффективного двигателя надо заплатить меньше, чем за аналогичный зарубежный. Ты мозги включаешь, уважаемый. Вы что говорите? Вы не понимаете, уважаемый, что вы выглядите крайне глупо. Крайне глупо. Олег Анисинов. Уважаемый, вы хоть математику то учили в школе или физику, экономику, и вы себя называете экспортом. Вы не понимаете, насколько глупо вы выглядите? Вот таких экспертов надо заносить в красную книгу и охранять государство. в нашей разработке там проект, а их надо охранять государство. И показывает, как в зоопарке. Не иначе. Потому что такую дурь нести это круто. Это слава Коктуму на передачах у Киселева отдыхает. Поэтому я даже не знаю, как относиться. и опять коснулись Соловьева передачи. Я все время смотрю на нее и читаю. «Вечер с Владимиром Соловьевым». Не Соловьевым, а Соловьевым. Потому что там буквы идиоти. И вот вопрос, что это? Это специально рассчитано на кого-то? Или нового правила грамматики? Или «Уважаемые эксперты?» Не позорьтесь, не позорьтесь, пожалуйста, да? И прежде чем что-то сказать, вы пожалуйста, пожалуйста, да? Десять развесьте и подумайте. Десять развесьте и подумайте. Глупость сказать не проблема. Слово не воробей. Вылетело? Ну, я думаю, что фиг догонишь его. Ну, где-то так. Значит, что еще? Значит, от этой обмотчика к нам поступила очередная партия двигателей, которые перемотаны на совмещенные обмотки. Они поступили в лабораторию для дальнейших тестов. Сегодня очередной протокол был получен вот и сейчас вот двигатель, протокол на двигатель ADM 100 L6U2 провели сравнительное испытание, опять получили положительные результаты. Протоколы готовятся. База этих протоколов растет, отрабатывается методика. есть некоторые моменты, которые хотелось бы исключить из протокола части погрешности набегающей, но так называемые дополнительные потери, которые по ГОСТу, а на самом деле это набегающая погрешность измерений, хотелось бы как-то это обойти, но пока что ГОСТу регламентируют их отображение, применение, поэтому есть такие нюансы и есть нюансы по определению момента инерции, ну достаточно много интересных моментов, которые надо решать. Сейчас очень активно ведется работа по экспертизе технических условий, программ, методик, документов, поэтому с документами работа идет пока опережающим темпом, но надо понимать, сколь серьезная эта работа и сколь она значима для всего проекта, потому что это основа, документальная основа, с которой мы будем работать. Ну, это так. Значит, там еще в вопросах я видел, по-моему, задавали вопрос насчет электроинструмента, значит, электроинструмент мы продемонстрировали, показали, нет, там сотен экземпляров не было, были сделаны несколько экземпляров всего, на которых там отрабатывались определенные элементы, а полностью собрана углашифровальная машинка с нашей приводом пока что одна. Сейчас мы на 95% закомплектовали небольшую партию контроллеров разработки, надо проверить повторяемость и проверить технологию сборки, собрать все замечания, чтобы посмотреть, что дальше делать, то ли в этом виде, оставлять, то ли в другом, потому что сборщики отдадим там уже, будут свои замечания высказывать, но потом, естественно, будем делать прогулы. Вот. Ну, сейчас платы находятся на поверхностном монтаже, надеюсь на следующей неделе уже будут готовы некоторые элементы и слесарки, имеется ввиду токовые воды, метизы, изоляторы и так далее. Подготовлены для того, чтобы можно было делать уже сбор. Ну, в принципе, все основные новости. Теперь разрешите вопросам перейду. Успеваем ли мы согласовать все документы, чтобы начать строить назначенный срок? Дмитрий, но то, что документы мы сделали, сейчас вот кондастровый план нам придется переделывать, потому что границы и участка изменились. Для этого надо дождаться, когда нашим соседям согласуют этот участок, а потом нести изменения, насколько они залезли в наши, насколько там были отчуждения под их коммуникации. И пока это не сделать, мы ничего сделать не можем. Но, тем не менее, мы сейчас подписали договор на аренду участки, только к этому договору мы не подписали приложение. Это непосредственно с размерами участка, непосредственно с его размерами с выходом гормоноплане. Но это позволяет нам двигаться дальше. Для того, чтобы не ждать и непоследовательно работать, а параллельно решать другие задачи. Сколько претендентов было на строительство здания? На последнем этапе осталось пять. Какое значение придается экологии рабочего места? очень большое, тем более, что мы всячески стараемся уходить от любой химии. В новых зданиях и новых технологиях строительства очень много химии. Но мы стараемся от них уйти. Даже тех процессов стараемся уйти от химии, даже от покраска там никаких алкидных эмалей и прочих не будет. В основном ставка сделана на порошковую окраску. И отмывки тоже. Там не применяется растворитель. Скоро по претендентам я уже ответил так. Как там у нас дела с количеством долей? Надеюсь все будет хорошо. Никита, ну с количеством долей это Павла Филиппову и Семенову. Если готовность у российских производителей моторов покупать столь недешевые разработки. Ну Дмитрий смотрите ставка в основном не на российское сделано. Есть те которые заинтересованы но понимаете это работа такая дорога ложка к обеду. Компания Air ElectroMash представит электродвигатель для приводов несущих винтов на выставке вертолетной индустрии есть ли желание заниматься этим направлением. Андрей ну не знаю дело в том что я пока как рынок не вижу заказов на эти двигатели пока ничтожные. Время покажет. Станка Модель занимается линейной трехфазовым двигателем на базе линейной Сельсина на роторе статоре из пазы. Вопрос сколько пазов роторе статора в ваших двигателях. где можно посмотреть. Борис Леонидович у нас разные двигатели поэтому там различные сочетания поэтому для линейных двигателей линейных приводов эти обмотки тоже применимы. Павел спрашивает Медель значит вас никто не обижает? Да нет во всяком случае я обиды никому не питаю. На проект нападки идут естественно и без этого последнее даже кто-то написал достаточно умно что у нас не совпадает адрес потому что регистрация указана выписки из реестра указано что мы там находимся на проезде а на самом деле на подфиловском 10 но он ведь не понимает что есть юридический адрес а есть фактический адрес есть два ну и взял накатал не от большого ума есть такие смешные моменты на это обижаться не приходится да это отвлекает время приходится писать ответы давать отвлекает от работы но тем не менее ну что сделаешь не всем нравится проект если проект окажется не жизнеспособным что будет с недвижимостью компании Виктор а понимаете если бы он не был жизнеспособным зачем было бы в него и ввязываться мы же занимались не от идеи а вот уже от состоявшейся технологии и все значит он может провалиться в силу других обстоятельств но фонды будут реализованы пользу инвесторов для покрытия так что как обычно это и делается что-то не так строительная компания не делает никаких предложений если нет окончательно строительного проекта Лена ну вы немножко ошибаетесь а есть предпроектно-техническое задание и каждый претендент рассматривал возможности постройки а предпроектно-техническое задание в нем находится большинство информации необходимой для принятия решения потому что потому что допустим ограждающей конструкции можно выполнить там несколькими вариантами они предлагают если ограждающая конструкция будет такая кровля нам нужно вот такого размера вот с такими характеристиками она может быть выполнена таким-то таким-то образом и так далее все это считается поэтому это называется предпроектно-техническое задание хотя это по сути дела проект в котором не указано допустим что ты будешь ставить по загребневую плиту либо пеноблоки что у тебя гипсоволоконная плита будет ставить либо гипсокартонная ну и так далее уточняющее а у тебя бетон какой будет налейка пола керамзита бетон или же другие варианты и пошло-поехало это уже уточняющее надо узнать покрасить те цвета которые у Паши на футболке сейчас понял с Пашей с ними футболку отдадим архитекторам обрисуйте в несколько предложений основных основных расходов суммы 2,4 лярда рублей антон андреевич антон андреевич ну мне проще описать четырех словах эволюцию научного коммунизма это борода бородка усы броль борода маркс бородка ленин усы сталин бородь брешь коммунизм закончился поэтому здесь ну расходы на начальном этапе составление документации и прочее прочее расходы строительство расходы закупка оборудования расходы монтаж оборудования расходы наладка оборудования расходы выполняя работа по проекту расходы продажа первой разработки доходы предполагается или нет естественного освещения с крыши по современным требованиям нельзя предполагается проектом предусмотрен центральный фонарь который будет находиться между первой и второй очереди чтобы не делать два фонаря соотношение пазлов ротора и статора подчиняется определенному закону Борис Леонидович спрашивает вращательных линейных двигателей закон 1 вы знаете нет там есть рекомендованные соотношения для такого-то количества пар полюсов такого-то количества пазлов статора рекомендованные со скосом пазлов такие-то значения пазлов ротора без скоса такие-то и так далее поэтому вот закона реформа по которой можно было просчитать пока что нет да Владимир Владимирович я тоже говорил про окна на крыше только там фонарь будет не окна а именно фонарь а такие окна но решили их не ставить потому что протечки так что-то убежало так опять убежало извините буду искать патент на технологию в каком году был зарегистрирован и по какому региону действует патент Антон Андреевич ну во-первых не один патент там 17 патентов сейчас будет еще больше 20 патентов патентов Российской Федерации все патенты Российской Федерации по 50 неделор потому что не считая нужным и целесообразным это деньги на ветер что бы вам там не говорили всякого рода эксперты потому что вы этих экспертов когда они вам начнут рассказывать как надо делать спросите сколько у них патентов сколько они реализовали в разработке что помешает продать помещение КБ продать технологии без синих и обстоятельств связано с неконкурентной способностью или не рентабельность извините извините за скепсис скепсис между инвесторами распределили до свидания и что дальше смысл в всем этом деле что две жизни у команды да зачем это делать но все равно что вы возьмете себе дом построить и потом сломаете или на дрова продаете нормальное дело понимаете 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 дело в том что для меня затраты которые я понес на эту технологию и люди которые со мной работали они являли когда-нибудь окупаться потому что это жизнь ничто не помешает ничто вам не помешает убить своих детей и продать их на органы какие проблемы зачем вы начинаете у вас вы мыслите как-то очень интересно вы явно не разработчики просто Сергей Семенов отпал бы сам собой если бы в договор указалась ответственная должность этого человека с прямым акцентом на то что на эту должность возложено ответственность за привлечение учет привлеченных от инвесторов средств но обычно все договоры подписывают первые руководители а ответственность на него возлагается у стол предприятия какие есть гарантии какие риски что для что есть для инвестиций уверенность инвесторов что нас попросту не кинет Сергей Семенов с адресом на шоу Антон Андреевич а скажите пожалуйста вот эти работы о которых я сейчас докладывал я что вместе со своей со своей командой делать за свои деньги на какие деньги это все делается да вы сами прикиньте пожалуйста вот вы видели там много видео роликов там лаборатории документации я рассказываю сколько затраты какие будут время за счет чего это делается за какие деньги это даже как-то понимаете странно немножко есть много других способов зарабатывать нормальные деньги понимаете те кто придумал вот эти партнерские программы ну вот идите в каско заходите в каско страхуете получаете страховку платите деньги те кто ее оформляют часть денег достается им остальные идут страховые фонды вы не задавали себе вопрос такой а вот руководитель организации которого страхуют не возьмет ваши деньги не спешит какая гарантия что вы не останетесь без каско или сбербанк в свое время когда вклады наши все накрылись вы не задавали себе вопрос а какой самый маленький двигатель можно спроектировать на совмещенных обмотках или целесообразно или делать маленькие по сравнению с BGC ниже 260 ватт 160 ватт я не вижу смысла делать совмещенными обмотками вообще асинхронными проще BGC сколько соток земли в нашей части аквалабуши чуть больше двух гектар я сильно верю в технологию вас но вот алчным людям коммерсантам бизнесменам и так далее увы если у вас покровитель и кто этот мистер X кто будет добивать сумму инвестирования не получится ли так что этот товарищ распродаст компанию компания Антон Андреевич странные у вас вопросы нет никаких покровителей ну не считают высших сил да и причем здесь мистер X там есть коммерческие взаимоотношения и он вступит в игру только в том случае если будет недофинансирование но это будет определенная часть которая не будет превышать критическую да которая там смогла бы блокировать решение поэтому резкие есть резкие были но по мере поступления средств привлечения инвестиций они уменьшились что помешает Solar Group в лице Семенова кинуть инвесторов Антон Андреевич вы сегодня в ударе расскажем один анекдот приезжает на восток один бизнесмен новый русский говорит в банк заходит можно денег взять можно сколько вам надо ну два яблера вопрос выпишите выносят деньги ему она говорит а договор а зачем мы наслом мы же партнеры а если не верну да неудобного будет перед кем перед все слышим а че этим перед ним неудобно будет когда неудобно он говорит когда предстанешь а когда предстанут так говорит у него срок возврата на какого пятнадцатого вот пятнадцатого и предстанешь я надеюсь я четко дал понять информацию насчет стыда ну и возможностей при таком количестве инвесторов где он скроется Семенов вы понимаете если так рассуждать тут тут это вообще ничего не надо делать потому что договор это еще не гарантия того что вас не кинул поэтому тут закончились сравнительные испытания мотор колес Бельгиси и Колобка Владимир они не то что закончились они идут постоянно сейчас мы тестируем варианты сто восемьдесят шестого Колобка ну и надо понимать одну такую вещь дело в том что мы делали демонстрационные образцы это еще не те образцы которые будут в пробных партиях установочных партиях потому что у нас еще нет всех тех технологических переделов которые нужны для того чтобы изготовить полноформатные образцы понимаете если бы это можно было бы то зачем бы мы все это строили там дальше поэтому всему свой черед на мой взгляд необходимо озвучить разницу энергоэффективности между стандартами перемотами по слоэту двигателями полностью перепроектированными Владимир Владимирович понимаете я не фантаст не фантаст и вот озвучивать я могу только то что уже состоялось и сбылось перепроектированы двигатели еще не сделаны есть тестовые показатели если бы они были уже все перепроектированы зачем мы с вами делали РКБ есть работы которые показывают что да перепроектированы двигатели эффективнее но в каждом конкретном случае это будут свои цифры я вам их с потолка не возьму если бы я мог их добыть эти цифры не создавая в реале объекты эти моторы в металле не создавая не испытывая конкретные образцы а не электронные модели то зачем бы мы огород гарантируем я бы сделал чертежи там какую-то технологию нанял бы технологов они бы нарисовали технологию и предложил бы реализацию но никто же не будет это не покупать это не товар и вот то что вы говорите что необходимо озвучить я тоже полагаю что необходимо озвучить но для этого надо этого достичь это надо сделать вот и мы с вами этим и занимаемся а голословно заявлять что это вот так извините любой скажет слышишь покажи но это вот вот так на пальцах в лесгинку станцевать или как что показать надо сделать сказать вот приходи в лабораторию выбирай двигатель ставь сравнивай проверяй вот тебе методика вот тебе погрешности и так далее и так далее тогда получится продолжатели сотрудничества с Николаем Фоменко пока мы с ним определили что мы доведем до ума центр заработать и мы тогда продолжим работать опытный участок закроется после окончания строительства Алексей нет там работы будут продолжаться до тех пор пока там строительство то строительство потом же там уже монтаж наладка запуск оборудования там работы еще будет много пусть они оплачут переделку кадастров плана и затяжку по времени Владимир да никто этого делать не будет и не станет потому что это пожелание вы не забывайте мы находимся в реальном службе я думаю что ну не просто так им разрешили это сделать и ну давайте так в открытую что такое дата центр ну это майнинг да это ферма биткоин ты где делал понятно а кто этим занимается в свое время вон рынок видеокарт накрылся в России почему не было видеокарт Сбербанк все сгреб да видеокарты и майнинговая ферма поставил биткоин ты делал это вообще поэтому разговаривать не стану не нравится свободен можешь договор не подписывать и можешь не заключать договор и все и свободно иди дальше занимайся но деньги то потрачены и дальше что делать будешь поэтому тут все не так решается так не так не решишь все эти вопросы тут понимаете есть такая хорошая поговорка девушка которая сказала да она уже не девушка политик который сказал нет он уже не политик всегда это компромисс бизнес это тоже компромисс в 90-е кто был упоротый с упертыми рогами ну они давно уже на кладбище те кто которые научились договариваться научились искать компромиссы они сейчас бизнес вот и поэтому надо уметь находить компромисс а контроллер они скопируют как мотор колесо или там основной смысл собственной прошивки ну естественно прошивка своя программа но и мотор колеса то еще никто не скопировал на самом деле потому что те образцы которые мы давали я же говорил уже давно предупреждал что то что мы давали это еще не то что будет на самом деле это для того чтобы показать возможности технологии все не более того поэтому думаю мы же не наивные мальчики и девочки с вами мы с вами занимаемся бизнесом иллюзии иллюзии тут никто не питает поэтому как только первый чертеж вышел от нас гарантия 100% что мы были скопированы поэтому когда мы отдавали на изготовление мы понимали что делаем что помешает за границей использовать технологию без выплат вам дивидендов какого-либо комиссии антон андреевич ну я что похож на идиота чтобы за границу под дивиденды или под комиссию это не комиссия это называется арульки или лицензионные выплаты за границей там правда не найдешь поэтому они либо покупают разработку оптом сразу либо они покупают ничего другого разговора не будет и надо быть наивным чтобы разговаривать с ними по-другому когда Европа не обманывала россиян такое было наверное исключение из правил но я таких исключений не знаю но насчет освещения с крыши я уже отвечал насчет соотношения пазов ротора тоже поэтому это не правда насчет закона я бы тоже хотел чтобы был закон определяющийся соотношение насколько говорят про теорию асинхронных машин я ее еще ни разу не видел чтобы можно было взять ее по форму от начала до конца спроектировать электрическую машину собрать ее она бы заработала там очень много эмпирических коэффициентов очень много эмпирических величин полученных из практики из опыта и которые не подчиняются каким-либо законам либо формуле выражения где можно посмотреть позыв ваших двигателей ну на встречах мы показываем пожалуйста но смотря какие пазы то что на там самом на стандартных двигателях мы когда берем меняем обмотки пожалуйста смотрите то что делаем мы в разработках нигде пока не купите разработку по участку эта проблема быстро решаем плюс 3-6 месяцев как показывает по практике ну Денис я так полагаю что 1-1,5 месяца есть желание вам помочь если конечно требуются конструктора разработчики успеха вам и вашему непростому делу Антон Андреевич большое спасибо понимаете конструктора нужны но конструктора специфические которые могут делать не только документацию но еще работать в средах таких как Максвелл Ансис если ваши конструкторов заинтересуют закон соотношения пазов ротора и статора готов поделиться Борис Аминович спасибо за предложение конечно но из нашего опыта все то что предлагается при совмещенных обмотках выглядит несколько иначе но машина Тесла есть партнерская программа Илон Маск это не родственник вам вроде знаете я с ним не знаком естественно задать ему такой вопрос не могу и досконально не исследовал его работу поэтому да у него тоже есть партнер там привлекают тоже самопартнерские программы те же самые отчисления там все чувствую венчуру все есть Павел Ахметов нужна ли помощь если да то какая вы знаете Павел ну не знаю я не думал об этом пока справляемся шаг насколько задержится начало строительства ну полагаю полтора месяца вы сильный человек пусть бережет вас и ваши детище все вышли спасибо за пожелание Антон Андреевич вам удачи тоже по жизни так удалось ли сделать контроллер мотор колеса эффективнее существующих да удалось берите участок как есть пройдет три года эти манеры идут в утерь купите его участок он самопродаст расширяется Павел Ахметов я точно так же думаю поэтому мысли мы с вами одинаков поэтому когда сидели обсуждали предложил тоже практически то же самое сказал что эти долги не протяну Борис Леонидович жаль что вы пренебрегаете чужим опытом Борис Леонидович поверьте я не пренебрегаю почему потому что долго рассказывать долго рассказывать поверьте вот понимаете то что работают на классике на классических двигателях на присовмещенных обмотках начинают работать несколько иначе такие серьезные бюрократические перепоны могут возникнуть на пути проекта Николай ну понимаете вот есть Дума очень хороший орган такой да и вот думали 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 ну и внесли дополнение в марте месяце вступили в силу теперь все проекты надо будет проверять на утрату устойчивости создали фирму которая будет все это обчитывать там да технику собрали все остальное смысл в чем что ну в случае если вдруг возьмут подорвут одну две три там четыре опоры то сохранить здание устойчивости не обрушится ли полностью и вот мы должны были провести теперь такие исследования вот и думайте да до того в декабре месяца этого еще не было вот сейчас это уже есть что они еще придумают это мне неведомо все же уважаемые коллеги спасибо за вопросы спасибо за терпение значит Дмитрий пишет поживем увидим будем жить будем укрепляться будем укреплять позиции и будем двигаться вперед я надеюсь что трудности нас только укрепят вот ну пока мы справляемся со всеми сложностями которые возникают их немало о многом просто ну не хочется здесь говорить потому что то что гадости там льет то рассказывать да мог бы с ними все ерунда ну проблемы бывают создаются вопросы решаются так что всем удачи все преодолеем вместе мы сила до новых встреч до новых вебинаров всего хорошего всем хороших выходных весна подошла горячих горячих